Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Световые конструкции с улицы Новогинской перенесут. Когда и куда? Вовремя не получится. В аэропорту Сочи задерживаются рейсы в Турцию. В чем причина? Массовое ДТП. Авария полностью заплакировала движение, если пострадавшие. Световые конструкции с улицы Новогинской перенесут. О такой необходимости в понедельник заявил исполняющий обязанности главы Сочи Андрей Прошунин. Напомню, некоторые горожане неоднократно высказывали мнение о том, что объекту не место на главной пешеходной улице курорта. С рабочим обходом исполняющий обязанности главы города посетил один из главных гостевых маршрутов Центрального района. В начале года здесь высадили более 80 крупномерных пальм, выполнили дополнительное озеленение. За счет средств курортного сбора установили 25 световых тоннелей. Как отметил Андрей Прошунин, световые тоннели, образующие коридор практически на всем протяжении Новогинской, днем не несут никакой функциональной нагрузки. Более того, вызывают негативную реакцию горожан. Значит, необходимо перенести их на те территории, где они будут уместны, подчеркнул исполняющий обязанности главы Сочи. Для переноса конструкции предварительно рассматриваются участки речных набережных в Центральном и Лазаревском районах. Андрей Прошунин отметил необходимость детально проработать места их размещения и функциональные нагрузки. С 1 июля в Сочи начал работать круглосуточный автобус. Это маршрут регулярных пассажирских перевозок номер 105А, аэропорт Сочи, связывающий крупные транспортные узлы курорта. Это сделано для удобства жителей и гостей Сочи на период летнего сезона. В связи с увеличением пассажиропотока в Международном аэропорту Сочи уже который год подряд департаментом транспорта и дорожного хозяйства вводится дополнительный сезонный маршрут, связывающий центр Сочи и аэропорт. В круглосуточном режиме необходимо отметить, что пассажиропоток на маршруте достаточно стабильный, в том числе в ночное время. Напомню, с начала июня продлен режим работы всех автобусов. Транспорт общего пользования работает до 23.00. Маршруты в направлении Сочи-Адлер курсируют до полуночи. В Лазаревском районе запущены сезонные маршруты автобусов номер 67 и 78. Расписание движения маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи. В аэропорту Сочи пассажиры не смогли улететь в Турцию. Рейс до Стамбула был задержан на 5 часов, а до Анталии на 4. Напомню, Международный аэропорт Сочи – крупнейший узел местных и международных авиалиний и единственный южный хаб в стране. Не удивительно, что именно в летний период на него идет наибольшая нагрузка. Пассажиры жалуются на длинные очереди, задержку рейсов и багажа. Так, 1 июля иркутские авиалинии переносили рейс Сочи-Стамбул три раза. Самолет должен был вылететь в 11 утра. По итогу рейс перенесли на 16.10. Пассажирам выдали горячее питание, но мест всем не хватило, поэтому пришлось сидеть прямо на полу. Рейс Сочи-Анталья уральских авиалиний также перенесли. На горячей линии сообщили, что это произошло из-за задержки вылетов предыдущих рейсов. Аэропорт Сочи прокомментировал произошедшее. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержки рейсов вызваны техническими причинами со стороны перевозчика. Ранее еще один самолет компании Ираэра не смог вылететь из Сочи в Стамбул. И мы уже сидим час в самолете, а они сказали, что он у них не заводится. Не заводится. И мы уже час ждем автобуса, который сейчас отвезет обратно в аэропорт. И тут уже становится жарко. Через полтора часа пассажиров пересадили из самолета в автобус и отвезли обратно в аэропорт. Как сообщает РБК, задержки происходят в том числе и с турецкой стороны. Диспетчеры выдвигают требования к властям, требуя снизить нагрузку, так как аэропорты не справляются с обработкой рейсов. Их задержка составляет от 3 до 14 часов. По наказам граждан в микрорайоне Бытха ведутся работы по благоустройству нового сквера. Когда местные жители смогут посетить место отдыха и какие еще работы планируются реализовать во время летних каникул, узнала съемочная группа «Сочи-24». На улице Бытха возле дома 49. В течение недели завершится строительство парка, и местные жители смогут его посетить. Этот район выбран исключительно по желанию граждан, проживающих в непосредственной близости. На сегодняшний день здесь завершаются работы. Планируется еще засеять этот сквер травой, убрать строительный мусор, выровнять все, убрать, и будет все красиво. Я думаю, что это будет достойное место для того, чтобы могли местные граждане отдохнуть, прийти. Здесь будут установлены лавочки, и это будет в Тимке приятное место отдыха горожан. В планах установить в сквере лавочки, мусорки и топиарные фигуры из искусственной травы. Помимо этого высадят лавровишню закрученной формы. Фонари на этой территории уже работают. Для безопасности жителей вскоре установят видеокамеры. Контроль за осуществлением строительства осуществляет техническим надзором администрации района, дирекции заказчика администрации Хосинского района. В общем, видно, что работа в самом разгаре. И, конечно, мы сейчас со своей стороны тоже подключимся, чтобы мини-сквер здесь был построен, как будто он был здесь всегда. То есть он должен влиться, что называется, в данный квартал нашего замечательной выдхи. Над благоустройством работают семь строителей и пять единиц техники. Для сквера размером 30 на 30 метров такого количества рабочей силы достаточно. Скажу, что это наши депутатские наказы, которые делаются вместе с нашими депутатами, вместе с администрацией города Сочи и администрацией Хосинского района. Здесь вообще ничего не было, и мы нашли свободный уголочек, где сделать маленький сквер, где можно будет посидеть, где можно будет отдохнуть. У нас же такой район, где очень густо населено, и нет мест, где бы отдохнуть. Добавлю, что по наказам жители недавно завершили установку ограждения на территории детского сада номер 67 на улице Ясногорская. Также в здании была отремонтирована лестница и перекрыта крыша. В планах у депутатов продолжать ремонты школ и садов во время летних каникул. 39-летний местный житель сдал в комиссионный магазин служебный транспорт стоимостью около 80 тысяч рублей. В полицию об исчезновении работника обратился представитель фирмы по курьерской доставке. В отношении сочинца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. О других происшествиях расскажем в традиционной сводке ЧП. В горах Сочи сотрудники МЧС спасли 30-летнюю местную жительницу, упавшую с высоты 10 метров. По предварительной информации, она получила травмы ребер и ноги. Свой поход девушка не регистрировала. Мотоциклист попал в больницу после ДТП с такси. Авария случилась на одной из улиц в Хостинском районе. Водитель двухколесного транспорта был госпитализирован в больницу. Массовая авария полностью заблокировала движение автотранспорта на улице Гагарина. Объезд был возможен только по тротуару. О пострадавших не сообщается. В Хостинском районе задержали 31-летнего приезжего из Казахстана. У мужчины изъято два брикета с синтетикой, которую он планировал сбыть путем закладок в лесу. Еще два свертка с наркотиком обнаружены в его съемной квартире. Всего изъято более двух килограммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело. Засадеянное мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Две легковушки столкнулись на объездной дороге на выезде с Мамайского тоннеля в сторону Адлера. О пострадавших не сообщается, образовалась пробка. Это время новостей Сочи. Вот что дальше будет в нашей программе. Человек труда. В Сочи состоялся запуск общероссийского общественного движения. Какова его цель? Чествование лучших. В Сочи отметили День молодежи. Кого и как наградили. Больше не школьники. На курорте состоялся традиционный выпускной бал. Как отметили торжество. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. День молодежи. Центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте impuls-sochi.ru Экспресс-диагностика бесплатна. Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Шоу-рум «Шмотки». Северная 12. Корпус 2. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий бесплатно. «Открытый институт» аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org В Сочи состоялся запуск общероссийского общественного движения «Человек труда». Создано оно в рамках проекта «Единая Россия. Выбирай свое». Формирование благоприятной среды для развития человеческого потенциала. Возможность применения умений и навыков на ведущих предприятиях страны. Такова основная цель проекта. О чем еще говорили собравшиеся, подробности узнала съемочная группа «Сочи-24». Вопрос подготовки кадров является одним из важнейших не только в Сочи, но и во всей России. Молодому поколению необходим человек, на которого можно равняться, стараться соответствовать. Жителям нашей страны есть чем гордиться по праву. Только порой они об этом забывают. Ну почему мы не гордимся Лановым, нашим великим артистом? Ну почему мы не гордимся Кобзону? Почему мы не гордимся тем, что мы первые изобрели токарный станок? Почему мы не гордимся тем, что мы первые изобрели военно-полевую медицину? И таких примеров гигантское количество. И поэтому было принято такое общенародное решение. Давайте. Давайте так же, как и прежде. Более четко сформулируем и сформируем образ той страны, в которой нам бы хотелось жить. Оснований для запуска проекта на курорте немало. Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов рассказал об одном из проектов, который уже не первый год реализуется в Сочи. Вот здесь присутствуют ветераны и представитель городского совета ветеранов Николай Филиппович Ширеков. Они уже где-то лет пять назад запустили проект. Называется он «Гимн человеку труда». То есть это был рассказ, забирается в нас в городском собрании, в самом статусном зале, где приглашает этого человека, где приглашает его семью, его детей, внуков, правнуков. И мы показываем и рассказываем, кто этот человек, что он сделал для этого города Сочи. На сегодняшний день таких проектов пять. Каждый из них создан для того, чтобы престижность человека труда с каждым годом повышалась. В зале собрались предприниматели, представители союза, торгово-промышленная палата Сочи, трудовых коллективов, профсоюзов, средств массовой информации, студенты высших учебных заведений и студенческих отрядов курорта. Ветераны, герои и почётные жители города Сочи были отмечены наградами, которые вручила актриса Вера Сотникова. Наградили предприятие санаторно-курортной отрасли. В торжественном мероприятии приняла участие депутат городского собрания Сочи Светлана Ермилова. Обсуждаем насущные проблемы и вопросы касательно трудоустройства. На сегодняшний день статистика такова, что на одного соискателя есть шесть вакансий. Поэтому нам есть о чём поговорить. Тем не менее, есть и дефицит кадров. В отличие от других российских городов, в Сочи трудовой контингент складывается по большей части из приезжих. Поэтому важно сохранять и беречь кадры, которые прошли отбор и остались работать в коллективе. Чтобы будущее города и страны в целом было безопасным и независимым, сегодня необходимо уделить внимание человеку, который конструирует это будущее, а именно человеку труда. В июле 2024 года россиян снова ждут нововведения. Насколько повысились тарифы ЖКУ в Сочи? Как банки будут возмещать похищенные деньги? И для кого закончилась льготная ипотека? Об этом и не только говорили с юристом в студии программы «Подробно». И вот лишь фрагмент интервью. К сожалению, здесь нам не избежать повышения цен на коммунальные услуги. И индексация, как вы правильно отметили, прошла за достаточно большой период. Больше двух лет не индексировалась. На сегодняшний день все полностью наши услуги, которые граждане получают, это и свет, и вода, и газ, будут проиндексированы и увеличены. Единственное, что останется неизменным, это, естественно, мусор. Вот мусор у нас останется в том же самом критерии. Это 250,5 рубля с одного проживающего человека. Все остальное произойдет, индексация следующая. На холодную воду на 6,3% поднимется. Самое большое повышение это будет на газ, на 9,6%. Будет повышение на газ. Соответственно, можно посчитать, насколько увеличится наша коммуналка. Где-то в среднем на 5-6% от предыдущих сумм, которые мы платили. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». В Сочи ко дню молодежи России провели свыше 60 мероприятий. Они проходили на курорте в течение пяти дней. Основным стал концерт на площади Флага. В разных районах города были организованы выставки, патриотические акции, чествование лучших студентов и кинопоказы. Во всех районах курорта прошли спортивные турниры, антинаркотические акции, интеллектуальные игры, экологические субботники и концертно-развлекательные программы. Во всех лагерях труда и отдыха на территории курорта провели спортивный день. Также в Сочи ко дню молодежи России наградили самых активных представителей объединений. На сегодняшний день в Сочи действует более 20 молодежных объединений и сообществ, направленных на поддержку общественно важных инициатив и проектов. В местном отделении юнармия состоят более 3400 ребят, действует 55 отрядов. Первичное отделение движения первых созданы на базе всех школ города. В его рядах более 2000 сочинских школьников. На базе сочинских вузов и СУЗов действует 13 студенческих трудовых отрядов. Выпускники сочинских школ отправились в самостоятельное плавание. На курорте состоялся традиционный выпускной бал для тех, кто 11 лет назад пошел в первый раз в первый класс. В торжественном параде участвовали теперь уже бывшие ученики сочинских школ всех районов города. Не забудет никто никогда школьные годы чудесные. Эти бессмертные слова уже давно стали аксиомой не только для любителей отечественного кинематографа. Позади 11 лет упорного труда, который принес молодым сочинцам их первые успехи. Всего на курорте из более чем 2000 выпускников 19 учеников набрали по 200 баллов на едином государственном экзамене. А один из них получил 300 баллов. Лучших из лучших перед началом большого праздника чествовали исполняющий обязанности мэра Сочи Андрей Прошунин и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Сейчас нужно немножко передохнуть, я это понимаю, набраться сил, впереди тернистый путь, вы пойдете на новый этап в вашей жизни. Все, школа осталась позади, новый этап это новые свершения, новые желания. Мы вами гордимся, это вы в действительности наши звездочки. Вы своими результатами показали то, что хорошо владеете русским языком, литературой, математикой, физикой. И все это явилось в первую очередь вашим упорным трудом, во-вторых, трудом ваших прекрасных педагогов, заботой и вниманием ваших родителей. И вот это все дало тот результат, что вы здесь вот находитесь. Одним из ярких моментов вечера стал традиционный парад выпускников. На нем собрались ученики всех школ Сочи. Они торжественно прошли от улицы Орджоникидзе к дверям концертного зала фестивальный. Для многих этот момент стал поводом предаться воспоминаниям о школьной паре. Ну, конечно, рад, что окончил уже школу. Столько труда было вложено, в том числе на экзамены. Все это закончилось. Но впереди еще университет, так что впереди еще много труда. В школьное время это еще раннее время, это в том числе и детство. Много ярких воспоминаний. Школьные годы, школьные учителя, одноклассники. Это все очень теплые воспоминания, о которых, я думаю, я во взрослой жизни буду вспоминать с таким же трепетом. Школа – это как вторая семья. Во-первых, вот есть ученика любого, есть семья, друзья, школа, ну и другие там факультеты. Школа в основном учит не только, ну, дает не только знания какие-то, которые в жизни пригодятся всегда. Оно еще учит общаться с людьми, понимать, как ты будешь, ну, когда станешь взрослым, как ты будешь с обществом разговаривать. В фестивальном для будущих врачей, юристов, ученых и тех, кто избрал другой путь, подготовили развлекательную программу. Немало выпускников собралось на импровизированной дискотеке, где они танцевали под последними лучами июньского сочинского солнца. Завершился вечер масштабным концертом. Начали его с парада 255 медалистов. В этом году праздник назвали «Звездный выпуск». Поэтому с наподственной речью к выпускникам обратился герой России, космонавт Сергей Корсаков. Отразилось название и на сценарии, творческих номерах и оформлении фотозон. О какой сценарии своей жизни напишут выпускники сочинских школ 2024 года, страна узнает в ближайшие годы. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp. Номер на вашем экране. Далее смотрите выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Беспорядки вспыхнули на улицах Парижа после первого тура вне очередных парламентских выборов. На них победила консервативная националистическая партия «Марин Липен» – национальное объединение. На втором месте новый народный фронт, на третьем – президентская коалиция вместе за республику. Протестующие некоторые с палестинскими флагами зажигали фаеры, маршируя по улицам города мимо пылающих мусорных баков. Всего вышло около 8 тысяч человек, включая левых политиков. Не обошлось без стычек с полицией. Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Подобные протесты прошли и в некоторых других городах Франции. «Это больно. У меня болит сердце, у меня болит живот. Я потерял аппетит. Просто взял маркер и сразу пришёл сюда, потому что нам нужно бороться». У партии «Марин Липен» около 34% голосов. У левой коалиции новый народный фронт – 28%. Политическая сила Макрона набрала около 20%. Явка избирателей составила 67%. Это самый большой показатель для Франции за последнее десятилетие. «Я была поражена, когда в 8 вечера сторонники Макрона призывали голосовать за левых, а левые призывали голосовать за лагерь Макрона. Так что в каком-то смысле они доказали нашу правоту. Мы единственные, кто защищает интересы людей, а они думают только о своём положении». Президент Эммануэль Макрон распустил национальное собрание, Нижнюю палату французского парламента, по итогам выборов в Европейский парламент. В них со значительным перевесом победило национальное объединение. Если партия Липен получит абсолютное большинство во втором туре выборов, это позволит нынешнему главе партии Жордано Борделе занять пост премьер-министра Франции. В Греции недалеко от Афин пытаются справиться с двумя лесными пожарами. Борьбу с огнём осложняет сильный ветер. Горит малонаселённый район близ города Киратея примерно в 35 километрах к югу от столицы. Пламя охватило сосновый лес и оливковые плантации. Местным жителям сказали эвакуироваться. В борьбе с огнём задействованы десятки пожарных и 23 самолёта. Ещё один пожар полыхает в общине Стамата к северу от Афин. Он также выжег пышный сосновый лес. Город частично охвачен дымом, но угрозы жилым домам пока нет. В целом из-за жаркой и ветреной погоды во многих регионах Греции за выходные вспыхнули десятки природных пожаров. Людям советуют держаться подальше от лесов. Пожарным уже удалось взять под контроль один пожар в гористой местности недалеко от столицы, второй – на острове в Эгейском море. Лесные пожары в этой средиземноморской стране явление обычное, но в последние годы они стали более разрушительными, поскольку лето стало жарче, суше и ветренее. Этот спортивный комплекс – любимое место тренировок тысяч жителей Джакарты, столицы Индонезии. Но, несмотря на это, в этом регионе около 40% населения недостаточно двигается. Таковы данные нового исследования, опубликованного в журнале The Lancet Global Health. По словам местных жителей, время на спортивные занятия сложно найти из-за высокой рабочей нагрузки. «В Индонезии многим трудно высвободить время, поскольку приходится много работать. А это означает, что нет достаточно времени для занятий спортом, чтобы поддерживать своё здоровье. Всё, о чём они думают, это работа, работа и ещё раз работа». Другие говорят, что социальные сети заставляют людей привыкать к сидячему образу жизни. Согласно исследованию, в 2022 году около миллиарда 800 миллионов взрослых жителей планеты, то есть одна треть, не соблюдали рекомендуемого уровня физической активности. Авторы говорят, что результаты показывают тревожную тенденцию. За период с 2010 по 2022 год уровень физической активности среди взрослых снизился на 5%. Наименее активны жители Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, где уровень физической инертности составляет 40%. В Западно-Тихоокеанском регионе он достигает 28%, в Европе – 25%, а в Африке – 16%. Женщины менее активны, чем мужчины – на 5%. При этом, как выяснили исследователи, физическая активность обычно начинает снижаться после 60 лет. Есть и некоторые положительные выводы. Почти половина стран мира за последние 10 лет добилась увеличения уровня физической активности среди взрослого населения. Исследователи разрабатывают инновационного насекомоподобного робота с выдвижными лапками. Он сможет исследовать сложную местность пещер и лавовых трубок на Луне и даже на Марсе. «Это очень интересные места для исследования. Они относительно закрытые. Если есть какие-либо признаки прошлой жизни, это хорошие места для их поиска. Кроме того, если мы в конечном итоге думаем о человеческом жилье, это хорошее место для строительства убежища». Марсианские пещеры – заманчивая цель будущих исследований Красной планеты. У людей пока нет определённого представления об их структуре. Робот Ричбот, созданный Стэнфордским университетом, предназначен для адаптации к любой пещерной структуре, в которой может оказаться. «Цель Ричбот – разработать робота, который сможет получить доступ к экстремальным условиям на других планетах, таких как Марс или Луна, куда обычно роботы не могут попасть». Ричбот создан по аналогии с тем, как перемещаются паукообразные с небольшим телом и длинными лапами. Его захваты могут фиксироваться на каменистых поверхностях, позволяя роботу эффективно перемещаться в сложных условиях. «Для создания прототипа Ричбот мы фактически использовали множество рулеток, потому что их функционал почти идентичен космическим захватам». Ползающий по пещерам Ричбот оснащён датчиками и сканером окружающей среды. Это позволяет ему определять доступные для захвата объекты на каменистых поверхностях. «Робот должен проанализировать все возможности и все неопределённости, чтобы вычислить эффективный и безопасный путь. Для этого используют различные методы, включая искусственный интеллект». Эффективность Ричбот проверили в пустыне Мохаве в Калифорнии. Учёные говорят, что будут и дальше его совершенствовать. При этом в космосе у него будет множество применений – от исследования планет до миссий на астероиды и спутники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Телеканал «Сочи-24» приглашает зрителей к просмотру художественного фильма «Дурочка». Знатный мадридский дом наполнился приятной суетой. Заботливая, но грозная сеньора Октавия готовит к замужеству двух дочерей. Обе, надо сказать, со странностями. Старшая Ниса читает поэтов, восхваляет великое чувство, хоть лицом и не вышло. Младшая Финея – очаровательная дурочка, которую не то что стихотворение. Алфавит не может выучить. Но мать не унывает, обещая хорошее преданное. За сердца сестер отважно сражаются небогатый красавчик Лисео и дворянин Лауренсио. Не раз меняя свои симпатии, они скрещивают шпаги в борьбе за любовь. Чем закончится эта история, зритель узнает, посмотрев художественный фильм «Дурочка» на телеканале «Сочи-24» в этот вторник, 2 июля в 21.00. Приятного просмотра!